Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение курса «Новая история стран Европы и Америки». На прошлой, второй лекции мы с вами говорили об Англии в начале нового времени, о том, кто такие Пуритания и о том, как началась английская буржуазная революция в 1640 году. Итак, в начале ноября был создан долгий парламент, который объявил себя перманентно работающим, значит, непрерывно работающим, неподлежащим разгону. И, соответственно, это стало началом английской буржуазной революции. К той литературе, которую я вам показывал на прошлом занятии, я бы посоветовал добавить еще несколько работ. Работа российской исследователи Павловой, которая называется «Кромвель» о лидере английской буржуазной революции. Работы западного исследователя Поульсина «Английский мунтари» и советского историка-географа Кертма. Работа называется «История географии и культура Англии». Также недавно на русском языке издали «Краткую историю Англии» выдающегося писателя, публициста Герберта Кита Честертона. Итак, переходим к хронологии событий. В 1641 году началось очень мощное антианглийское восстание в Ирландии. Ирландия была самой близкой территорией, колонии, фактически, Англии в то время. И вот подавляемые английскими колонизаторами ирландцы восстали, стали убивать колонизаторов. И английский король оказался не в состоянии подвить это восстание, эффективно действовать. Это резко понизило его оценку в обществе, его престиж в обществе. И на фоне этого недовольства королем парламент принимает известный документ под названием «Великая ремонстрация». Ремонстрация – это протест в переводе. То есть, великий протест против злоупотребления королевской власти. Этот документ был принят 22 ноября 1641 года. И вот разъяренный король со своей охраной явился в парламент, чтобы арестовать взорвавшихся, по ее мнению, депутатов. Но они укрылись под защитой народа в Лондонском сите, которое тогда было рабочим районом Лондона. И король сделал по-другому. Он выехал из мятежного Лондона на север, в Ноттингем, и там поднял свой королевский флаг и призвал к себе своих сторонников. К нему потянулись его сторонники, дворяне их называли «ройалистами». От английского «royal» – «королевский», то есть сторонники короля, те, кто будет сравнивать на его стороне. А у парламента, как таковой, армии не было. Англия в мирное время вообще фактически не имела армии. Обычно наемники воевали в армии, которым платили деньги. А вот здесь они почти все, собственно говоря, разбежались. И началась, собственно говоря, первая гражданская война в Англии в 1642 году. И парламент смог выставить только такое плохо обученное, плохо организованное ополчение. Которое, к тому же, возглавляли пресвятеряне. Граф Манчестер и граф Эссикс, лидеры пресвятерян. А пресвятеряне не хотели победить короля в этой войне. Они хотели с ним договориться. Ну, представьте себе, встречаются две армии, и лидеры одной из них не хотят победить другую. Эта армия, естественно, обречена. Так и случилось. В первой крупной битве, первой гражданской войны в Англии, в битве при Эдфилле, это 23 октября 1642 года, победили очень легко сторонники короля, рейлисты. И король даже придвинул свою армию, свое влияние практически к Лондону. Он теперь ставку перенес в Оксфорд. Да, тот самый город, где университет знаменитый. И вот это недалеко от Лондона, вот так близко, так сказать, король с армией подошел к Лондону. Но дальше, вот в последующие годы Первой гражданской войны, в Англии, происходит очень необычное событие. На политической арене появляется Оливер Кромбель. Я вам его покажу. Вот его. Портрет. Я его, наоборот, закрыл почему-то. Вот он. Так вот он выглядел. Человек был очень самокритичный. Когда художник рисовал от этого портрета, он сказал, рисуй меня так, чтобы были видны мои недостатки. Так вот. Получается, что Кромбель возглавил кавалерию парламентской армии для начала. Он сам был таким истинным, очень глубоко верующим пуританином. И свой отряд, который имел такую защиту, железную броню, поэтому кавалеристов Кромбеля называли Iron Sides, железноблоки, вот свой отряд он набирал только истинных пуритан. Он еще поехал на свою родину, там на свои деньги снарядил, экипировал полностью кавалерию. И это был очень необычный отряд. Эти люди не грабили, не занимались мародерством. Это были истинные пуритания. Они молились вместе, они пели псалмы перед началом боя. Они шли в бой против армии короля, как вот идут в бой силы добра против силы исчадяда. Понимаете? То есть они не могли проиграть в этом, знаете, я бы сказал, духовном противостоянии, собственно говоря. И вот такая кавалерия Кромбеля, она сразу начала одерживать победы. И Кромбеля удалось сместить, убрать от руководства парламентской армии, присвятерян, их удалили. И парламентскую армию поначалу возглавил Ферфакс, один из лидеров индепендентов, другого, более радикального крыла, пуритан английских. И вот Ферфакс, Кромбель, Айртон, взять, кстати, Кромбеля, они были лидерами индепендентов. И теперь армия попала под контроль индепендентов. Большинство в парламенте тоже принадлежало к индепендентам после чистки парламента от присвятерян. И в результате в 1644 году, 2 июля, парламентская армия побеждает, благодаря успеху кавалерии Кромбеля, побеждает в битве при Марстон-Муре. И король отступает. И в 1645 году, 14 июня, состоялась решающая битва, битва при Нейсби, или Несби, где король был нагло разбит парламентской армией. И ему пришлось бежать в Атландию, королю. И там шотландцы его схватили и выдали за большую сумму денег, сотни тысяч фунтов, они выдали его парламенту. И Карл I Стюарт оказался в тюрьме. Таким образом, в 1646 году, с арестом короля, окончилась Первая гражданская война. И вот произошла чистка парламента от присвятерян, как я уже говорил. Но и даже находясь в тюрьме, в заключении, Карл I Стюарт смог передавать на волю какие-то записки, сообщения, призывы. И он подтолкнул своих сторонников к развязанию Второй гражданской войны. Она была очень короткой, один год, 1648 год, и закончилась только одним сражением. Битва у Престона. Здесь уже всей парламентской армии, не только кавалерий, командовал Кромвель. Он разгромил еще раз сторонников короля. Но то, что тот смог развязать Вторую гражданскую войну, даже находясь в тюрьме, подтолкнуло Кромвеля и его окружение подумать о казни короля. Его судили. Главным судьей был Брэдшоу, была большая коллегия заседателей, и король, Карл I Стюарт, по решению суда был обезглавлен. То есть ему отрубили голову. Это произошло 30 января 1649 года. Это был невероятный прецедент. Никогда в мировой истории такого не было. И тем не менее это произошло. Буквально спустя несколько месяцев, 19 мая 1649 года, произошло еще одно очень необычное событие. Англия была провозглашена республикой. А теперь вернемся немножко назад. Помните восстание ирландцев против комбинаторов англичан? Это восстание потихоньку все эти годы и продолжалось. И тогда, уже в августе 1649 года, армия Кромвеля отправилась через пролив в Ирландию. И там очень жестко подавило это антианглийское ирландское восстание. Теперь уже солдаты Кромвеля показали себя совершенно по-другому. Они очень жестоко уничтожали ирландцев, подавляли их сопротивление, сжигали их живьем иногда в церквях, где те прятались. И пользуясь тем, что Кромвель с армией находился в Ирландии, а теперь уже сын казненного Карла Стюарта, он прибыл в Шотландию и поднял там мятеж антипарламентский. И пришлось Кромвелю в 1650 году вернуться в Англию, одержать над райлистами победу в битве у Денбара. Долго еще продолжались локальные бои на границе. И в конце концов Кромвель припинил хитрый вход. Вот он ушел как бы от границы, открывая мятежникам, райлистам дорогу на Лондон. А сам по дороге обогнал и встретил 3 сентября 1651 года у местечка Вустер. Это было последнее сражение, в котором участвовал Кромвель. Он победил во всех сражениях, в которых участвовал. Он в очередной раз разбил, окончательно разбил райлиста в битве у Вустера в 1651 году. Это произошло 3 сентября, напоминаю, да. И эта победа была ему настолько нужна, что ходили случаи, что Кромвель ради этой победы продал душу дьяволу сроком на 7 лет. Дело в том, что Кромвель умрет ровно через 7 лет, день в день, 3 сентября 1658 года. Так или иначе, но после этой победы Кромвель явился в долгий парламент, тот самый, который заседал еще с осени 1640 года. Он давно уже этот парламент никого не представлял. Там сидели люди, которые прошли все этапы всех этих событий. И Кромвель, в принципе, хотелось установить более жесткий новый режим. Он разогнал, так называемо, хвости долгого парламента, как называли этих депутатов. И в 16 декабря 1653 года в Англии был установлен режим протектората. Протектор по-английски защитник. То есть Кромвель по новой конституции получил статус лорда протектор Англии. Ему вообще, собственно говоря, предлагали даже королевский титул. И Кромвель даже какое-то время стал сомневаться, так сказать, не стать ли основателем новой династии. Но тем не менее, нет, он в конце концов отказался под некоторым давлением своих сторонников, да, которые спросили его, за что мы воролись тогда с тобой, да. И Кромвель стал протектором. Фактически в Англии была введена такая военная административная диктатура. Англию поделили на военные округа. В Англии каждого из них стоял такой мини-Кромвель. Так сказать, на месте Кромвеля. Был очень жесткий режим. Были закрыты почти все газеты. Очень жесткая была цензура. Очень, так сказать, именно пуритане пришли к власти. И это было очень мрачное, суровое время. Тюрьмы были переполнены. Вот прессы свободной не было. Цензура. В общем, и надо сказать, что так продолжалось несколько лет до смерти Кромвеля. Кромвель умер от лихорадки, которой он заболел еще в Ирландии 3 сентября 1658 года. Но перед этим, по новой конституции, титул лорда протектора стал наследственным. И власть перешла в руки его сына Ричарда. Кстати, он оказался самым таким слабохарактерным, непособным для сыновей Кромвеля. Один из сыновей Кромвеля погиб на войне. И Ричард, понимая, что он никаким правителем реальным быть не может, он в следующем году отказался от престола. Точнее, от этого титула протектора. И в 1660 году в истории Англии происходит еще одно уникальное событие. Реставрация монархии Стюарта. Дело в том, что на какое-то время возник хаос, безвластие. И, как часто бывает, в этой ситуации власть в свои руки берут военные. Генерал Монг, один из подвижников Кромвеля, который командовал округом на севере, в Шотландии, он двинулся со своей армией на Лондон, пошел в Лондон, и обеспечил условия для проведения выборов. А в это время сын казненного Карла I Стюарта, он жил в Голландии и в городе Бряда, выступил с Брецкой декларацией, где заявил, что если его призовут на английский престол, он с удовольствием согласится, он будет править честно, справедливо, никого не будет преследовать, никому не будет мстить и так далее, и так далее. И вот, видимо, устав от перипетия этих гражданских войн, от жесткого стиля управления в период протектората, англичане проголосовали за восстановление монархии. И на английский престол вернулся Стюарт, но не Карл I, а его сын, Карл II Стюарт, который тут же нарушил все свои обещания. Из могилы извлекли трупы Кромвеля и судьи Брэдшоу, который судил его отца и приговорил к смертной казни. Трупом отрубили голову с черепатом, выставили на все еще обозрение и так далее. В общем, очень-очень наступил жесткий режим реставрации, очень неприятный для англичан. И против королевской власти теперь сплотились две парламентские группы, Виги и Тори. В Англии в парламенте были две группировки, будущие консерваторы и либералы. Консерваторы это Тори, сторонники укрепления власти короля. Виги это сторонники укрепления прав парламента, будущие либералы. Они обеспечили очередной государственный переворот в Англии в 1688 году. К тому времени Карл II умер, на престол вступил Яков II Стюарт, его сын, который вызывал всеобщее недовольство, и Вигов, и Тори. И вот в 1688 году в конце призвали на английский престол Вильгельма Аранского, штатгальтера Голландии. И эти события вошли в историю как славная революция. Славная, потому что бескровная, она вышла без крови. И быстренько вопросы на закрепление. Назовите важнейшее сражение первой гражданской войны в Англии. Когда в Англии была разглашена республика. Что означает термин протекторат? Кто взошел на английский престол в результате реставрации монархии Стюартов? И кто такие Виги и Тори? На этом все. Благодарю вас за внимание.